Я что хотел сказать. Вот мы два года говорим об одном и том же. Экономика не может развиваться, когда мешает надстройка. Я хотел бы остановиться на отдельном Ачинском районе. Но вот местная администрация Ачинского района бездействует, ничего не делает. В деревнях воды нет, канализациями не занимаются, школы в плачевном состоянии и мешает еще, препятствует работать депутату высшего органа власти. Я тут планировал приехать в территорию, в Ачинский район, провести встречу в школе. Но есть один чиновник, местная администрация, он исполняет сейчас обязанности. Фамилия его такая, Часовских, первый зам, он исполняет обязанности. Он препятствует, дал команду директору школы не пускать депутата законодательного собрания. Это что такое? Часовских принимает решение. Я звоню в министерство образования, прошу, чтобы разобрались. Им не указ министерства, им не указ правительства, они там сами по себе, книжки. То есть эту администрацию разогнать. Тем более этот товарищ ходит под уголовным делом и занимает такой пост. Ему не место в администрации района. Мы призываем, чтобы предприняли соответствующие органы, предприняли к такой администрации меры. И главу района тоже уже нужно отправить в отставку давно, ничего не делать, бездельничать. Распустить всю администрацию и набрать порядочных, честных чиновников. Честных чиновников. И вот министр транспорта здесь, ну постоянно, вот недавно, и Грискову пришло обращение, и ко мне пришло обращение. Ну решите вопрос с перевозками, наконец-то. Малиновки, там вторую тина, проблемы-то есть. Был министр Еремин, к нему обращался, к вам сейчас обращают. Но когда решать вопрос с перевозками, мы начнем. Понимаете? Каждую неделю шлют обращения. Ну получается мы ничего не делаем, еще чиновники нам мешают, препятствуют проводить встречи. Понимаете? Так что я заканчиваю. Я надеюсь, что меры будут предприняты таким товарищем.